Итак, сегодня мы с вами говорим о слове is. Оно употребляется как существительное в значении легкости, спокойствия, и также как глагол to is. Итак, первое у нас есть выражение такое feel it is, чувствовать себя комфортно, как дома. Например, I hope you are feeling it is, надеюсь, вы чувствуете себя комфортно. Или, например, в армии часто говорят at is, то есть вольно. Как глагол у нас есть такое выражение ease down, сбавлять скорость. Например, we are driving very fast, it's very dangerous, I want you to ease down. Мы едем очень быстро, это опасно, давай сбавим скорость. Есть такое выражение ease off, которое употребляется как убрать что-либо. Например, take a knife to ease the lid off. То есть возьмите нож, чтобы сдвинуть крышку. Ease off также обозначает, когда что-то менее сильное. Например, the rain has eased off. То есть дождь стал менее сильным. Также вы можете сказать the rain has eased up. Это тоже будет обозначать как дождь стал менее сильным. Есть у нас такое выражение is up on somebody. То есть это когда вы избавляете давление на кого-либо. То есть становитесь менее строгими по отношению к кому-либо. Например, I want you to ease up on the children. Я хочу, чтобы ты стал менее строгий к детям. Еще вот ease off означает как бы отдохнуть. Например, I'm very tired. I want to ease off. Я очень устала и хочу отдохнуть. Ну и еще есть у нас такое выражение как is up. Это если вы просите кого-то потесниться. Например, can the children ease up? Дети могут немного потесниться. Bye-bye, see you. Have a nice day. Субтитры сделал DimaTorzok